Напоминаю, что по турниру ребята шли довольно-таки с затруднениями. В ЛТЗ очень многие сомневались. Софт не софт, мошня не мошня. Но все-таки они пробились в финал еще, кстати, вчера. Но сегодня команда пирания прошла к финалу довольно-таки тоже в упорных условиях. И, кстати, мы немножечко лично я устал ждать. Но все-таки мы продолжим комментировать. У нас бест оф три, сейчас даст два, потом инферно. На случай третий карты у нас будет карта Д-трейген. Так что такие дела. Форсбайт, команда обороны. Как мы видим, ребята пытаются сразу начекать контакт для себя. Но игроки команды и диффанса, и атаки в целом не торопятся. Просто пытаются что-то вычислить, что-то где-то кого-то найти. Кого-то убить, возможно. И здесь Гомер что-то знает. Что-то знает. Забрал сенсу у нас на медиа в щепках. Гомер дальше пытается проходить по зигзагу. На шарте его. На шарте его здесь никто не жмет. Ну и под флешку игроки команды атаки открываются на миддл. Это определенная сплит-бэп лунта. Если сейчас зарешают Симплера за косым. Забрали двоих игроков команды обороны. В итоге Дум ставит хорошую пачку по Гомеру. Буду смотреть... Чего? Чего он там повесил в смок просто? Такие бандшоты ставит. Хорош. Ну, с дегла на дальних расстояний нормально прет, поэтому... Можно припереться. Ну, я имею ввиду про CSGO на самом деле. Роман тем временем увольняет Тушкана на зиге. Ну и все. 2-0. ЛТЗ продолжает лидировать. И такие вот дела. Но турнир был очень упорный. Продолжен он к завершающей стадии. Турнир длился два дня. И турниры также от проектов ASCAP.NET по CSGO еще будут. По CS1.06 уже на следующей неделе. С денежным призовым фондом в формате 5x5. Ну, а CSGO пока что еще неизвестно. Вот сегодня турнир, кстати, 2x2 проходил. Вот. Ребята там тоже боролись за 20 тысяч рублей. Ну, по крайней мере, общий призовой фонд такой был. Но теперь посмотрим. Полноценный эко-раунд от Дифонса. И сейчас в миде Симплер. Опять же, его будут чекать. И в очередной раз просто инфа от Гомера, наверное, что в щепках стоял игрок команды обороны. Ладно. Тем временем Гомер спрейт у нас на зиге. Забирает Тушкана. И в итоге пытается проходить под Аплен. Тиксон Свиль на миде забрал Сенза. Дум, ну что ты? Что? Куда? Ну, зачем? Ну, Друган просто хоронится. Что он вешает? Вообще непонятно. С подъема. И сразу же остается последний его тиммейт. После того, как уволили игрока команды обороны. Ну и, слава богу, ничего не лагает. Это самое главное. Ох, счет как-то сбился. А, нет. Все в порядке. Все хорошо. 3-0 и первый девайс-то раунд. Посмотрим, что же будет у игроков команды обороны. АВП не предвидится, естественно, потому что ребята брали волевой закуп у нас на втором раунде. Поэтому сейчас они уже берут девайсы, но не полноценно. Айден с АВП поймал X-Ray на миде. Отлично. Сразу же численное преимущество за игроками команды ЛТЗ. Они втроем пытаются открыться на ланге, выходят с бокса и пытаются проходить дальше по ДЛ. Но здесь у них контакта не было. Соответственно, одного из игроков в своей команде они оставляют в яме. Перетягиваются на ноль. Занимают позиции на миде. И, соответственно, будут отталкиваться именно от нуля. Ну, по пунктам распорядились ребята грамотно. У диффенсов встали 2-2 по пунктам. И здесь контакт, очевидно, будет у Тушкана. Тушкан будет встречать Зигу. Забрал первого Зонера. Спрей дальше. Тиксенсвиль разменял своего тиммейта. На Зиге пытается проходить дальше. Но, кстати, вот коктейльчик не очень плотно залетел. И пытается капитан команды ЛТЗ проходить дальше. Напоминаю, что Тиксенсвиль является, наверное, все-таки, можно сказать, легендарным игроком в CS GO в России в целом. Поэтому вот Дум сейчас наказывает уже двух тиммейтов играть. Просто что ты, Дум, делаешь? Дум! Да ну! Что он вешает? Ты видел это просто? Ну, он такой жесткий, реально. Это топик, пацаны. Ты видел, да? Ну, чего там повесил, типа? Да нормально все было. Да нормально подыхать. Реакция, да, все отлично. Вот, 3-1 сейчас становится. И в итоге такие вот дела. Да, ну, блин, ребят. На самом деле, в шутку потраливаем игроков во время эфира. Я уже даже думаю, не жестче ли он, чем X-Ray. Вот в чем вопрос. Ну, посмотрим по ходу финала еще, кстати. Да, ну, Дум, кстати, очень там агрессировал в чате, поэтому очень хотел он быстрее завести финальное противостояние. Поэтому сейчас он доказывает всем, на что он готов. Но и зонер начинает с опен-фрага для ЛТЗ, минус под Б пунктом. Опять же, численное большинство для команды атаки. Но куда же ребята направятся по итогу, пока что не ясно. Сконцентрирование у нас на нуле. Плюс в Т-шке есть у них позиция. Ну, а оборона пока что стоит на своих позициях. Автодиректор работает у нас уже на Гомере. Гомер прочекал, ух, Дума и отомстил ему за предыдущий раунд. Неплохо. Пачка от Гомера на шарте, и в итоге 5-3 остаются играть. Ребята, кстати, запись. Самое главное, Паркер идет. Все нормально, и продолжим смотреть. И у нас вырисовывается сплит Б пункта от игроков команды ЕЛТЗ. Сразу же забирают у нас Симплера. X-Ray, X-Ray, отличная реакция с АВП. X-Ray, минус 3. X-Ray, но его будут здесь, очевидно, загонять с двух сторон. Гомера выполнял роль замка на меде, запирал в спину X-Ray. И в итоге Тушкан перестреливает Гомера 1-1 у Романа 100 хп. Но Тушкан остается при этом родовый. И поэтому сейчас ему нужно что-то здесь предпринять в любом случае. Поэтому ситуация 1-1, но Роман пока что не понимает, куда направится его оппонент визави. Но оппонент будет играть щепок, накидывается сразу же Хаешка в плент. Он палит свою позицию, пытается выходить. Но Роман, Роман, Роман нет. Роман все-таки выждал удобного момента. Забрал Тушкана, но еще становится 4-1. Так что, ребят, я напоминаю, это турнир. Финал турнира с денежным призовым фоном на 50 тысяч рублей. Поэтому ребята будут 100% потеть. Но вот у ЛТЗ, на самом деле, ребята очень жестко прошлись по турнирной сетке. Мы простримили их две игры буквально. И они играли там действительно на характере. И у них все хорошо складывалось. Поэтому посмотрим дальше. Сейчас эко-раунд от спецназа. И игроки команды обороны играют с пистолетами. Думаю, опять какую-то нереально, наверное, шару там дает. Это я на автодиректоре сфокусировался. Поэтому не видел этого замеса. Но 2-3. Айден подождал Аркаду с бокса. Забрал еще и Тушкана. Здесь 5-1. ЛТЗ продолжает лидировать на карте ДДАС-2. Но это всего лишь начало, опять же, повторюсь. И сейчас интересно, что же будет по билду. Есть, кстати, снайперская винтовка. Но это скаут. Скаут от X-Ray. Но что вешал X-Ray на ДКэше? Кто смотрел наши трансляции в первом игровом дне, тут может прекрасно понимать, что парень может дать сумасшедший шар и здесь. Ну или просто по скиллу оформить, ёлтозешников. Да, ёлт? Смотри, смотри. Да. Оп, оп, оп. Попал, попал в Гомера в полете. Вот так вот, пацаны, скаут. Скилл. В итоге продолжает он работать на меде. Но Тушкан, Тушкан при содействии со своим тиммейтом отлично отыгрывает длину. Забрали, ребята, двух игроков спецназа. Но тем временем Тиксон пытается отдуваться за оплошность своих тиммейтов. Открывается он здесь на меде. И Гомер, Гомер. Гомер еще и дал урон по своему тиммейту. В итоге он остался в паре с Зонером играть. У Гомера 3 хп. Гомер забирает еще икс-рей на меде. В итоге ситуация 2 в 3. И посмотрим, у кого лучше. 2 в 3, у кого лучше читы, как говорится. Пачка на респауне. И игроки команды обороны сконцентрировались вообще по карте. Двое отыгрывают под А. Один засел плотно под Б. За дальним, как мы видим, по радару. Поэтому сейчас, в принципе, есть еще время. Можно подумать. И пач, как мы видим, направляется под Б плент. На Б плент уходит игрок, который подобрал пачку. И Гомер до сих пор пока что ждет всевозможных аркад на нуле. Ну, как я вижу по ВХ, он, конечно же, здесь не учил одного момента, что Зиги может быть и парень, но смотрит он мидл. Так что ладно. Пачка пока что у нас уже в Тэшке. На винте. Времени 30 секунд. Уже нужно однозначно думать, куда же игроки команды атаки направятся. Автодиректор все еще на Симплере. Поэтому Гомер будет открываться на миде. Гомер уже прочекивает здесь ближайшие позиции. Позиции в упоре. Гомер сейчас будет контакт с подъемом. И Гомер... Гомер зачекал пиксель, забрал Симплера. И Гомер с тремя хп сделал уже минус 2. В общей сложности дает уже минус 4 в раунде. И Гомер просто творит что-то нереальное. Просто даст. Я думал, сейчас он еще, если последнего убьет, то это все. Это вот вакейшн просто. Ну. У него уже были вакейшны, поэтому мы ему за это не пережимаем. С тремя хп, с тремя хп тип просто бежит и дает минус А. Ну да. Два минуса он дал, третью датащил. Опа-на. Скаут появляется у X-Ray. И из-за этого рауна, кстати, игроки команды обороны позволяют себе закупиться. Но по сути, форс бай у них, потому что полноценный девайс есть у Тушкана у Дума. Остальные ребята отыгрывают на чем... В принципе, у них осталось по деньгам. X-Ray пытается отыгрывать в паре с своим тиммейтом на меде. Здесь Сенс, опять же, свою излюбленную позицию. Возможно, встанет. И его наверняка прочекивают. Потому что у Гомера инфосопка. Ну и тем временем в щепках стоит игрок команды Дифонса. Неплохо. Тиксенсвиль, кстати, играет со снайперской винтовкой. Ну а у Атаки, кстати, тоже волевой закуп. У Романа и Зонера не хватило на девайсы. Соответственно, играют они с пистолетами, арморами. И гранат очень мало, на самом деле. В целом, у ребят Тиксенсвиль отыгрывает СВП. В упоре стал Сенс на антифлэш позицию. Но он услышал, что игроки открываются на мидл. Гомер зачекал Сенса. И Тиксенсвиль забирает Дума. Отлично. Под Б ребята работают. 4 в 2 и Б плент фактически открыт. Гомер, как же ты не слышал КТ респаун? Нет, все-таки Гомер просочился в смок, но его забрал здесь. Тимплер в итоге еще становится у нас по игрокам 2 в 3. Ну, можно. Можно предпринять выбивание, но гранат нет. Поэтому я бы еще призадумался на месте команды Пирания. Но, ребята, ты понимаешь, что гранат нет, соответственно, откинуть при заходе не получится. И нужно уходить на сейв под Аплент. В итоге счет становится у нас уже 6-2 в пользу команды ЕЛТЗ. Вот так вот ребята пришли на фаскап. И, возможно, их сейчас смотрят, их соперники. И пытаются анализировать игру Гомера в частности. Поэтому, как играет Гомер, пока что нам лично, ну, мягко скажем, непонятно. Но в целом не нам судить, конечно же. Поэтому 6-2. 6-2 счет. И есть два заставленных девайса. Ребята будут отыгрывать, возможно, раунд от двух девайсов. Если Дум сейчас не передропает кому-то девайс. И Дум берет скаут. Остальные игроки команды обороны закупают пистолеты. И, опять же, ЕЛТЗ пытаются напрячь лонг. Сразу же под флешку открывается в боксе. Здесь Тиксунсвильд пытается с АВП вычислять позиции на лонге. Но тут никого нет. В итоге Тиксун отходит в закрытую позицию под лонг. Но Зонер! Зонер, отлично. Даёт смог. Ну, Дэв, всё нормально. Ничего, всё чисто, естественно. Сейчас второму тоже прилетит. Нет, здесь Гомер. Теперь Гомер ловит на реакцию. Отлично. Гомер. Нет, Гомер не перестреливает здесь дома. В итоге дом со скаута увольняет Гомера. Три в четыре. И Тушкан на лонге забирает Зонер. Не даёт ему открыться с бокса. В итоге три в три. Ситуация на карте. И X-Ray остаётся играть со своими тиммейтами против установленной пачки от ЕЛТЗ. В итоге ЕЛТЗ делают очень грамотное решение. Пачка у них стоит под шорт. И уходят они все, соответственно, в зигзаг. Но здесь одна хорошая ХАЕ-шка могла бы зарешать. Либо, к примеру, конечно, коктейль Молотова мог отрезать он здесь всё. Но у обороны есть коктейль Молотова. X-Ray. Но X-Ray забрал Тиксенсвилля. Выбил АВП. Ну и будет ждать. Готовый. Ну ничего же здесь не сделать. Поэтому X-Ray направлять коктейль Молотова в банку. Не стал он себя... В принципе, ничего здесь придумывать. Оставил ещё и коктейль Молотова. В итоге сейчас уже будет полноценный эко-раунд. С отыгранным одним заставленным девайсом. Поэтому X-Ray. Посмотрим, что у тебя получится, дружище. Бешеные пистолеты твоей команды. Ждём. Тиксенсвилль. Тиксенсвилль. Тиксенсвилль попадает в Сензо. И всё-таки Манса Тансон и Медя не удалить. Третий не пропадал. Не дал он просочиться на B одному из игроков команды обороны. Пошли размены у нас под лонгом. Кстати, сразу же Гомер оформил минус 2. И, соответственно, численное большинство для своей команды. И ЛТЗ втроём пытаются открыться под лонгом. Пытаются уже проходить с ребятами. И Гомер... Гомер получает пачку от X-Ray. X-Ray работает неплохо. В итоге X-Ray... Ну, X-Ray это типа ВХ-шник, да? Поэтому всё нормально. Будут забирать парня в сети. И в итоге оформляет минус Роман. Но вчера Роман очень жёстко, на самом деле, божил против игроков команды Промотива. Против команды Чибипули. И оформлял бешеные клатч-раунды для своей команды. И тащил, на самом деле, на скиллен. Теперь вот Гомер решил взяться за дело. И теперь вот... Ну, в целом, ЕЛТЗ у них... Все игроки как-то работают на команду. И в целом, приносят, конечно же, какие-то свои дивиденды. Соответственно, у них всё получается. Ладно, смотрим дальше. Зонар, тем временем, под Б пунктом пытается начекать контакт для себя. И, кстати, модель диффанса такова, что трое отыгрывают под Б. Двое занимает лонг. И это, так скажем, древняя ещё такая схема отыгрыша на карте ДДАС-2 за диффанс от Na'Vi. Отдают ребята шорт, занимают лонг с Б. И, соответственно, на Б стягиваются только в середине раунда. Ну, просто типичные Na'Vi, на самом деле. Пересмотрели они демки, видимо, старых ещё. Na'Vi, по-моему, ещё старый состав у ребят был, когда они так отыгрывали за диффанс. Ну и теперь атака сосредоточилась под шортом. Вчетвером ребята пошли под зиг. Симплер уже зачекал игрока в зиге. Симплер пытается спреить, но неудачно. Его пытаются уже просто выкурить с подъёма. Но Симплер продолжает мансовать, даёт минус 2. Отлично. Отличная работа от парня. Формация для его тиммейтов. Зонер оформляет минус по X-Ray в Сити. Тушкан запирает слонга Зонера. Пачка будет устанавливаться по да. Но пока что Роман не торопится. Роман на основном А за испанским пытается здесь мансовать. Но Doom подходит уже Сити. И вот именно с этой позиции Doom дал бешеных минус 4. Тем временем Doom оформляет минус по последнему игроку команды YLTZ. У него всё в башку летит у Дума. Ну да, очень жёстко. Ладно, посмотрим. Надеюсь, никакой машины не будет после карты. Ребята благополучно отыграют. И финал подойдёт своему логическому завершению. В целом, за сегодня. Поэтому такие дела. Тем более, что московское время уже полодиннадцатого. И нашему зрителю на стриме, которому зовут Ростислав. Ему двенадцать лет. Наверное, уже пора ложиться, братан. Ладно. Хотя, решать, конечно же, тебе и твоим родителям. Doom уволил Зонера под Б-плантом. 4 в 5. Ситуация на карте. Смотрим дальше. Тиксонсвиль пытается открываться на миде. Но его здесь не зачекали. В итоге. Сенс. Смог. Пытается набревать. Но тут просто борьба, я не знаю. Экстрасенсов. Смог, ребята, вычисляют друг друга. И выигрывают эту дель. Конечно же, игроки в ЕЛТЗ. Но суть в том, что Смог уже развелся. Поэтому ребята перестреляли. И на характере открыли себе мидл. Но не продолжили идти туда. Они сконцентрировались под шартом. И, соответственно, в четвером будут пытаться выходить через Зигу на А-плант. Тиксонсвиль пытается сразу же чекать А-плант. Ему накидывают флэш. И Симплер неплохо под свою же моменталку пытается открываться. Тушкан. Тушкан перестреливает Гомера. Смотрим дальше. Но на него пока что нет выпада. При этом двое игроков команды ЕЛТЗ остались надамажены. Ну и теперь все карты на руках у Дифанса. Поэтому можно отыграть раунд еще и в свою пользу. Забрали. Забрали. Дум отлично отыгрывает. Сразу же на хелпе у него тиммейт. И это четвертый раунд. В копилку игроков команды Пиранья. Вот так вот. Ребята не сдаются. И уже набрали для себя серию из двух раундов подряд. Вот так вот. Но все равно по экономике они, если посмотреть на этих два выигранных раунда, они оставались... Один парень оставался до этого. Два живых оставалось. Поэтому по экономике у них не все так гладко. И Сенс вынужден брать МП9. Такие вот дела. Смотрим дальше. Ну и полноценно, кстати, также ЕЛТЗ не закупились. Из-за того, что пачка не была установлена. Зорнер отыгрывает у нас на Тик-9. Его тиммейты все-таки взяли АКМ. Поэтому посмотрим, что же ребята придумают за атаку сейчас уже на 13-м раунде. На карте Дедас 2. ЛТЗ холдят. Ну и тем временем ребята давят миддл по старой доброй традиции. Забирают здесь Сенза и Икс Рея. Не дают просто реализовать здесь защиту и определенную модель диффанса. И, соответственно, миддл продавлен. Ну да, определенно, на многих картах КС Гоуды и в 1.6, соответственно, миддл это ключ, в принципе, к обороне. Поэтому можно отталкиваться от миддла. Но в любом случае, если ты ломаешь миддл, можно мансовать. Мансовать защиту. Тем временем Дум минус под В. Минус под Тиксон с Вилю. 3 в 3. Ситуация на карте равная по игрокам. И с пачкой игроки команды ЛТЗ пытаются проходить по шарту. Здесь Симплер играет на джампе. И, соответственно, он уже слышит одного игрока на зиге. Зонер откидывает флэшплент. И слышит. Симплер слышит. Собирает информацию по Апленту. Его уже зачекали. Но, естественно, здесь, конечно, позиция не совсем выгодна. Что если тебя зачекают, могут сразу же размансовать и забрать. Айден минус Тушкан, который пытался с ланга перетягиваться на Аплент. Давай, Дум. Давай. Дум. 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 Дум нормально должен дать. Ну, Роман сотый. Хуан Роман Рикельмен. Ну, не знаю. Посмотрим, как у него получится. Дум забрал Айдена. Но это был Ред игрок. Поэтому Роман остается последний. И, ну, Роман забрал Дума. Ну, не знал, естественно, где находится последний игрок команды Елта Зе. Но еще становится 9-4. Поэтому сейчас игроки команды Диффанса вынуждены играть ЭК. Перед последним раундом первой половины. Чтобы уж полноценно закупиться на Ласте и попытаться уже что-нибудь здесь показать. Хотя мало раундов, конечно, не взяли для достойной игры. Но еще может все получиться в оставшихся двух раундах. Потому что игра будет напряженной. Здесь каждый раунд может поспособствовать тому, что кто-то из команд выиграется вперед. Выиграет карту. Поэтому... Хоу! Гомер из Аркадии с нижней тэшки. Но Гомер с вертухи дает по Сензу. Хорошая Сенса у Гомера. И заболел он еще Икс-Ре. Подожил Аркаду с верхней тэшки. И в итоге Симплер перестреливает Зонера на 8. 3-4. Симплер подбирает трофейный ЭКМ на 8. Ну, а игроки команды атаки проходят уже на Аплэнд. Пачка будет устанавливаться. Гомер ждет выпадов тэшки. Гомер опять же редовый. Как и в том раунде, где у него было 3 хп. Дает свои минуса. И Роман забирает Симплера. В итоге... Тушкан последний. Тушкан. Тушкан забирает все-таки Гомера редового. Ну, хоть что-то он для себя здесь нафармил. Будет выходить он с банки, естественно. Ну, и 10-4. Поставили добрые традиции наших стримов. Включим все-таки тап. Посмотрим, что у нас по счету. По счету. Ну, у игроков ЕЛТЗ все нормально. Все ровно. Единственное, вот Роман. Выделился у него 4 мвп. 14 фрагов на 5 смертей. Ну, а за оборону топит Дум. Да, парень набрал 40 очков. 2 мвп, 19 киллов и 12 смертей у парня. Поэтому он пока что фраг-лидер в своей команде. Тушкан тем временем оформил минус по Гомеру. Айден разменял свой тиммейн на лангу. И не продолжил дальше шествие по длине. Ладно, игроки команды ЛТЗ перестраиваются на шорт. На зигзаг. Здесь Сенс готов встречать с подъема. Сенс. Ну, и Сенс неплохо здесь прогревает. Уже остается последний. Последний он, кто на Аплунту. Хлпы у него близко нет. Хотя на ланге находится его тиммейт. Но он уже не успевал. Это был один из игроков его команды. В итоге, опять же, Дум оставляет последним. Потому что всех его тиммейтов разобрали под А. Ну, и последний раунд. Будет играть он на картинку все-таки. Или пытается тащить. Ну, забрал Тиксона. Уже неплохо. И... Зачем ему картинка? Господи, тут 30 косарей на кону за первое место. Ты думаешь, он на картинку будет играть? Ну, смотри. По-видимому, да. Не-не-не. Ну, как? Нет, смотри. Ласт раунд. Первая половина. Дум не суется. Ну, как думаешь? Я не знаю. Какой... Какой мотив? Тут явно он диффузить уже не успеет. Но он пошел на Зигу. Кстати, убил Романа. Ну, хоть что-то, да, для себя. Ну, здесь зарешал Зонер его. Ну, фраг подфармил. Молодец. Сейв. Ну, Дум решил повокрустайсничать. Наверное, более... Не засейвить. Потому что, ну, ситуация была практически без выхода. Да, он просто поугарать решил. Ну, да. Поэтому 11-4 у нас произошел переход с сторон. Поэтому посмотрим, как себя во второй половине на карте ДАЗ-2 проявит себя игроким. Сейчас я перед у кого-то автодиректу отключу. Отойду. Мне надо быстренько отойти на минуту. Давай. Давай. Пока партия справляет нужду, я продолжаю стримить. И у нас сейчас второй пистолетный раунд. Опа-на! Зонер сразу же. Фаст, Аркада, Зика. И ЛТЗ сразу в численном большинстве. Вот так вот. Выпад от Зонера. Зонер пытается также перестреливаться с девяткой. Но пока что здесь не забирает. Икстрей, хотя дает минус. И, как я заметил, вот у Зонера очень хорошо получается с пистолетами. На эко-раундах и на пистолетах, соответственно. И в итоге двое игроков команды атаки остаются в численном большинстве. Ломают они Б-плэн. Пачку можно устанавливать. Здесь остался еще и Дум. Но Дума нельзя списывать со счетов. Поэтому Дум будет потеть в любом случае. И игроки команды Диффанса пытаются убивать поставленную пачку. Айден минус Дум. Сенс минус Тиксенсвиль. Но, естественно, здесь, конечно, с двух позиций забирали уже последнего игрока. Но самое главное, хоть пачку установили. Хотя нужно было постараться защитить раунд. Потому что уже будет трехкратное преимущество по раундам. И Диффанс сейчас уже имеет определенное преимущество. Да, то есть в плане экономики они не сильно приобретут от этого раунда. Но по счету они уже далеко. Соответственно, у них есть отдел по раундам. И можно здесь что-то придумать. Оу, оу. Ребята отнеслись ответственно к анти-эко-раунду своих соперников. Берут они три эски с арморами. Фамос есть у Тиксенсвиля. Но единственное, кто остался на фармгане, это Роман. Взял он по девиц. Скорее всего, здесь что-то будет на экономику для себя придумывать. Но вот именно такой девайс берет парень. Поэтому, ну, возможно, правильно. Да, именно с этим девайсом направляется под Б-плент. И, соответственно, они находятся у нас в планту с Тиксенсвилем. И не открываются. Ну, они, наверное, расчет на то, что был у Романа. Что если его заберут, все-таки фармган не так страшно. Поэтому Роман сейчас под флешку будет запускать в Т-шку своего тиммейта, своего капитана. Тиксен прочекал. Нет выхода на единицы. И тем временем игроки команды Атайки вообще разберлись по карте. И пытаются чекать шорт и миддл. Но и Тиксенсвиль тем временем забрал Дума в Т-шке. И Зонор работает против Зика. Надамажил уже здесь неплохо. Икс Рей, Ароман. Хоу. На пиксель взял здесь Тушкана. Все-таки увидел в последний момент локоть. И в итоге пытается продвигаться дальше Зонор. Зонор! Дает две хороших пачки. Пытается проходить по Зику. Но неплохо. Неплохо здесь встречал Зонор. И 13-4. Ну а теперь игроки команды Атайки не взяли, да? Да. Ну пачка была установлена, эко отыграли. И теперь чё-то 13-4. Ну, Паркер, опять ты сгладишь. Опять. Если они проиграют, короче, опять виноват Паркер. Пацаны, вы сами прекрасно понимаете, да? Еще вторая карта есть, так что нормально. Нужна интрига на первой. Дефолтный карт, на самом деле. Ну, блин, тут, конечно же, отстребы больше отталкиваются ребята. Ну, видно это, на самом деле. Хотя что-то неплохое показывали. Холд от холда отталкиваются. Ну, такие дефолтные. Раундные, командные именно, я вижу у ребят. Поэтому занимают в первую очередь ноль. Это нормально. И позиции в упоре чекают. Соответственно, от мидла пытаются отталкиваться. Но не давят мидл, потому что на миде у ЛТЗ хорошее укрепление. Во-первых, они играют перекрестным огнем. Во-вторых, они играют не так уж и открыто, как модель диффенса играла в первой половине. Пытаются все равно перестреливаться, но результата пока что никакого нет. Для атаки, для обороны так же. Чекают всякие различные позиции по карте. Гомер у нас встал за столбом. Гомер откидывает коктейльчик у нас в бокс. Ну, по-видимому, рано. Он притворился столбом, а не встал за столб. Ну, то, что притворился, он и есть. Ладно, я шучу, конечно. Тиксен Суль продолжает у нас, кстати, копать под Б-плантом. Это аркада от игроков диффенса. Соответственно, это сбор информации под Б-плантом. Ребята сразу же перестраиваются под А-плант. И теперь остается один игрок под Б-плантом. Но здесь у него, возможно, будет замес. Потому что автодирект у нас сейчас стыкает такую движуху, что нужно смотреть за Романом. Переключусь, естественно, на него. У него здесь двое игроков. И Роман слышит игроков команды атаки. Его здесь пытаются сплитовать. Еще будет игрок заходить с Т-шки, с пачкой. Но Роман, Симплер, нет, все-таки. Роману дают сделать один минус, два в три. Ну, а теперь полноценно переключусь на автодиректор. Посмотрю, что же сейчас будет на карте. И Тиксен с Вильсгомером и Зонером. Ну, куда? С Иксрей, ты как вообще, дружище? Просто парень стоял за Иксом и не чекал Т-шку. Вот так вот. Это финал, ребят. Напоминаю финал. И как-то вообще безответственно, безалаберно парень просто вообще потерялся. Может, это его отвлекло от игры. Не знаю. Надеюсь, все у него хорошо. И продолжен играть он более ответственно в таких вот клатч-ситуациях. Потому что нужно потеть. Потому что если бы сейчас затащили на морали, можно реально было засыпаться за камбэк. Ну, а так как раунд взяли игроки команды Диффанса, то по экономике у них все гладко. А вот такие большие трудности на карте ДДАС-2. Очень трудная ситуация. Сенс тем временем со своим тиммейтом спускается в нижнюю Т-шку. И АВП не работает. Не открывается здесь зона. Роман забирает Икс-Рея. Пошли размены у нас. Зонор забирает на меде Сенса. Три в четыре. И пачка у нас на нуле. Численное меньшинство для атаки сейчас. Но Симплер пачкаем за мясным ящиком на меде. Пытается ждать кого-нибудь здесь. Но начекал для себя контакт. Забрал Тиксона. Есть информация. Прям квадрат. Братан, жди. Забрал еще и Айдена. Тушкан ломает Зигу. Минус по Гомеру. И остается последний зонор. Ну, вот так вот. Вот так вот, ребята. Взяли форсбай. И он по-любому уже оправдан. Несмотря на то, что зонор еще остается последним. У него 100 хп. Можно, в принципе, взять свич. Какого-то другого девайса, если есть где-то неподалеку. Но зонор не второй. С сетем. У него драгон лорд. Смотри, драгон лорд у человека. Хорош. Ну, молодец. Однозначный скилловый игрок по-любому. Ладно, зонор. Я просто видел этих пацанов с драгон лордом. Не-не, просто стоит много вот этот девайс. Столько сарей стоит, походу. Да без разницы, сколько он стоит. Я просто на матчмайкинге видел одну такую терпилу с ОВП. Пацан, у меня драгон лорд. И он стоял просто 3-4 раунды подряд, чтобы просто показать, что у него драгон лорд. Я такой, пацан, все, забей. Я очень фанатею твоей игры, в принципе. Ну, раунд у нас заканчивается. Естественно, зонор успешно сейвит свой драгон лорд. Вот. И 3 АВП за оборону. Что вы творите, ЕЛТЗ? Жестко. 3 АВП, 1 муха. И Роман остается играть. Не, я сделаю скрин. В финале турнира вот так вот отыгрывать Гомер. И Гомер дал минус. Ну, кстати, смотри, зонор дает минус на миде. И, кстати, это оправданно. По сути, если сейчас еще и Гомер даст минус банке. И смотри, вот так вот зумы отыгрывают. Но они понимают, что, возможно, у атаки не такой уж хороший раскид. Соответственно, отсмочиться, отфлешиться от зумов будет трудно. И на стрельбе перестреливать ваншотами не всегда, конечно, благоприятно. Против АВП или там скаутов. Поэтому 2 в 4. 2 в 4. И на нуле остались двое игроков команды пираньи. Не торопятся. Но здесь X-Ray остался. Поэтому X-Ray, если он сейчас соберется, его время, по идее, пришло. Нужно уже собираться, на самом деле. Сейчас будет что-то жесткое. Ха-ха! Я только хотел сказать, сейчас будет айршот. Да уж. Не, не люблю этот скаут однозначно. Ну, дали минус, конечно, жестко. И Гомер пытается дальше аркадить банку. Забирает Симплера 15-5. И у нас 10 матчпоинтов в основное время, ребят. Так что такие дела. Надеюсь, игроки команды Атаки, как бы они не сыграли сейчас эту карту. На второй карте они обязательно соберутся. Но если они сейчас потащат с этого счета, это будет вообще нонсенс. 4 зума продолжают играть игроки команды YELTA Z. Зонер. Зонер, зонер, зонер. Никого не начекал. В простбай, естественно, на последнем. На ласт раунде для Атаки. Роман разворачивает, свешает по сензу. Но игроки команды Атаки пока что уже остаются в числом меньшинстве. Вот так вот. Но неплохо. Икстрей с думом. Вот именно этих парней не хватало. Вот именно. И головы шотов ждали их фанаты. Ну и в частности я. Потому что, ну, потенциально, наверное, считается, что творит ЕЛТЗ. Да, они быстрее пошли в просетки. Но 16.5 ЕЛТЗ выигрывают. Но я...